Это «Давичи» и мы продолжаем. Киров хотят сделать светлее, в том числе за счет рекламных вывесок. Об этом заявил заместитель главы города Даниил Мамин. По его словам, бизнесменам предложат размещать как можно больше световых вывесок и прочих ярких элементов, чтобы улучшить освещение в Кирове. Узнаем подробности из первых уст. Сегодня Даниил Борисович в гостях «Давича». Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Не первый год кировчане уже жалуются на то, что у нас в городе темно. И возникла такая идея – подсветить город за счет бизнесменов. Расскажите, откуда вообще такая идея возникла? Давайте начнем с того, что данная инициатива не обязательная, в любом случае. Но это как идея дополнительного освещения города вполне имеет место быть. В любом случае световые вывески гораздо более привлекательны для посетителей заведений, и они привлекают большие потоки к бизнесу. У нас есть мнение кировского активиста. Общественники периодически возмущаются и говорят о том, что разноплановые вывески, скажем так, создают визуальный шум. Давайте вот послушаем, что говорит координатор движения «Красивый Киров», как он оценивает вашу идею? Ну, если посвящен с помощью вывесок, ну, извините меня, это колхоз. Я даже не знаю, кому в голову может такое прийти. И по поводу вывесок, конечно, вечером и ночью, когда сейчас темнеет рано, едешь на машине, вот эти все от аптек и прочих, вот эти зеленые и красные, они очень сильно мешают тем, кто за рулем, потому что, ну, как сигнал стафора выглядит. Вы согласны с этим мнением? Мнение совершенно верное. Но нужно понимать, что в вывеске регламентируются документацией, которая используется в городе. Это средства наружной информации, раздел правил внешнего благоустройства. И вот здесь мы уже можем говорить о том, что в разных частях города, в разных зонах разные требования к вывескам будут применяться так или иначе. Сейчас над этим идет работа, мы прорабатываем именно с бизнесом, именно с общественностью требования, пожелания, которые в дальнейшем будут сведены в определенный пакет документов, уже дальше регламентирующих изготовление вывесок. Еще раз повторю, что обязательная история с изготовлением цветовых вывесок пока не поднимается, и тем более не идет речь о том, чтобы освещать город с помощью вывесок. Речь идет совершенно не об этом. Вы говорите, что вопрос сейчас прорабатывается, будут ли мнения общественности, активистов спрашивать. Если будут, то в каком-то формате будет все происходить. Может быть, планами вы поделитесь? Значит, на сегодняшний день идет обсуждение прежде всего с бизнесом. Это первая линия, с кем мы обсуждаем вопросы, связанные в том числе и с их затратами. Изготовление и обновление вывесок – достаточно затратная вещь. В дальнейшем будут проведены общественные слушания этих проектов, и в дальнейшем мы будем прежде всего ориентироваться на жителей, потому что вовлечение жителей в оформление нашего города – это очень важная история. Не забываем, что у нас через короткое время уже юбилей города, и хочется, чтобы во многих зонах города, в исторической части особенно, город был приведен к единому красивому образу. Данил Борисович, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Мы с вами прощаемся и продолжаем. Спасибо.